«Универсиаду-2019 будут спасать всей Сибирью». Рисунок к статье. В фото сайта «Универсиады-2019» тема «Зимний универсиаду-2019 года», которая пройдет в Красноярске, занимает все больше места в общественно-политической повестке региона. Немало внимания ей уделили и на 12-м Красноярском экономическом форуме, завершившемся на днях. На нем было подписано соглашение между исполнительной дирекцией «Универсиады-2019» и автономной некоммерческой организацией «Спортивное вещание», которая отвечала за телетрансляцию всемирной летней «Универсиады-2013 года» в Казани и Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также красноярцы договорились о сотрудничестве с транспортной дирекцией чемпионата мира по футболу 2018 года и дирекцией «Универсиады-2017», которая пройдет в Казахстане. Для регионального руководства подготовка к «Универсиаде» стала одним из приоритетов. Еще в январе губернатор Виктор Толоконский, ставя перед своими починенными задачей на 2015 год, подчеркнул, что или мы проведем «Универсиаду», или опозоримся на весь белый свет. Либо мы начинаем с конца года масштабную стройку, либо оказываемся недееспособными. Во время Красноярского экономического форума состоялось заседание Совета при Палпреде президента РФ в Сибирском федеральном округе, на котором Толоконский попросил сибирские регионы помочь в проведении этого масштабного спортивного мероприятия. Сумма финансирования «Универсиады» осталась прежней, но я предполагаю, что в сложившейся экономической ситуации строительство некоторых объектов подорожает. «Несмотря на это, у нас вряд ли будут основания просить средства из федерального бюджета, поэтому я прошу вас оказать поддержку в реализации всех задуманных нами проектов», минус сказал глава Красноярского края. По его словам, бюджет финансирования подготовки к «Универсиаде-2019» пока остается прежним, 40 миллиардов рублей, причем 32 миллиарда должен выделить федеральный бюджет, а 8 миллиардов – краевой. Привлечены к подготовке спортивного форума и крупные корпорации. На форуме было подписано соглашение с ГМК «Норельский никель». Компания взяла на себя обязательства по подготовке и проведению соревнований по горнолыжному спорту на трассах файн-парка «Бобровый лог». Это соглашение стало своеобразным ответом краевой власти на осенний призыв президента Владимира Путина привлекать к подготовке всемирных студенческих игр ведущие компании, которые работают в Красноярском крае. При этом слышен на берегах Енисея голос критиков, которые считают, что универсиада не принесет особой пользы для региона. Первым эту тему поднял депутат ЗАГСобрания Анатолий Быков, который полтора года назад в открытом письме Путину предупредил, что проведение универсиады может привести регион к банкротству. СМ. НГ от 16 октября 2013 года. Минувшей зимой тревогу забили экологи и представители Краевой Федерации Лыжного Спорта, которые считают, что строительство нового лыжного стадиона и подъездных путей к нему разрушит существующую сеть лыжных трасс и нанесет большой урон природе. В Красноярске существуют разные мнения по поводу нужности этого форума. Но даже критики универсиады признают, что, несмотря на большие затраты, региону не помешает модернизация городской инфраструктуры и строительство новых спортивных объектов, минус отмечает лидер общественного движения «Наши права» Елена Шамахова. Однако краевой власти в любом случае придется сильно постараться, чтобы развеять сомнения скептиков, которые опасаются, как бы финансирование подготовки к студенческим играм не привело к сокращению расходов на медицину, образование и другие социально важные направления. По мнению наблюдателей, тема подготовки к универсиаде 2019 будет активно использоваться в грядущих избирательных кампаниях в Красноярском крае. Сторонники проекта, безусловно, будут напирать на позитивные эффекты от этого форума, развития инфраструктуры, привлечения федеральных средств на развитие региона. Противники будут называть все это пиром во время чумы, минус прогнозирует политолог Андрей Копытов. Мы уже сейчас видим определенную борьбу вокруг этого мегапроекта. Вряд ли власти удастся купировать критику тех, кто недоволен ходом подготовки к универсиаде. Красноярск.